Я приветствую всех, кто в эти минуты смотрит наш канал в эфире программа «Итоги недели». Подробно о главном семи дней расскажем вам я, Виталий Матюшин и мои коллеги-журналисты БУК-ТВ. Из всех событий этой недели мы обсуждаем то, что важно знать в подробностях и к чему необходим компетентный комментарий. Как всегда, в начале выпуска коротко о главных темах сегодняшней программы. Одна из самых торжественных дат суверенной Беларуси. День матери безоговорочно принята людьми и является одной из самых значимых. В Брестском горисполкоме мэр Бреста Александр Рогачук провел торжественный прием и вручил почетные награды многодетным матерям. Развитие взаимоотношений со странами-партнерами – важная задача, которая помогает государствам укрепить свои позиции на международной арене. Так, на текущей неделе Брестский район посетила делегация из Республики Болгария. Итогом визита стало подписание соглашения между Брестским райисполкомом и муниципалитетами общин АПАН и ЧИРПАН Старозагорской области. Обязательное ношение масок и соблюдение дистанции в общественных местах. Штраф за несоблюдение предписанных норм и вакцинация как эффективное средство от коронавирусной инфекции. Актуальное интервью с главным санитарным врачом Брестской области Еленой Ильяшевой. В эфире итоги недели мы начинаем. Октябрь богат на красивые и важные даты. Но есть среди них одна особенная. Вместе с православным праздником Покров Пресвятой Богородицы белорусы встречают еще один важный день – День Матери. К этому торжеству в нашей стране причастны тысячи представительниц прекрасной половины. Только в городе Бресте статус многодетная. Мама имеет 461 женщина. В канун праздника в стенах городского исполнительного комитета состоялся торжественный прием. На встречу с мэром города Александром Рогачуком были приглашены четыре брещанки, которые из рук городоначальника получили особую награду – Орден Матери. Но на этом сюрпризы не закончились. Вне официальных рамок Александр Рогачук встретился еще с одной мамой, которую по праву можно назвать героиней. О самых сильных, мужественных, по-своему удивительных женщинах областного центра наш первый материал выпуска. Природой женщине дано уникальное право – быть продолжательницей рода. Это удивительное чудо, которое происходит там, где в семье живет ласка, забота, любовь. Женщина-мама многогранна. Она трепетна и настойчива, добра и при этом строга. Она такая, потому что именно на ее плечи ложится важная и ответственная миссия – подарить миру человека со своими ценностями и мироощущением. Брестские мамы – мамы, увлеченные тем, что делают. Их сил, сноровки, мудрости хватает для того, чтобы успешно справляться со всеми задачами, отдаваясь им без остатка. В этом уверена участница приема, который прошел в стенах городского исполнительного комитета. Радость, гордость и счастье за дочек, что они у меня есть. Из всех родственников мы, как говорится, единственная, у кого пятер. У брата три дочки, а остальных один-два. Вырастить – это одно, а воспитать, чтобы они были хорошими людьми, достойными, получили образование – это совсем другое. Ну вот мы будем стараться, чтобы, как это сказать, ну чтобы не зря получили мы орден матери, у нас все получится. В этом году пандемия внесла свои коррективы, и в зале лишь те, кому присуждена одна из самых высоких в стране наград – орден матери. Эти милые дамы осынят только воспитание детей. Карьера и финансы также в центре внимания. Совмещать материнство и работу несложно, уверены эти умницы и красавицы, и добавляют – главное – желание. Но в праздник можно и остановиться, просто побыть мамой – любящей, заботливой, нежной. В адрес самых красивых и целеустремленных, самых активных и талантливых звучали слова поздравлений от руководства города. Мэр Александр Рогачук смог уделить внимание каждой, поприветствовать и, конечно же, вручить почетную награду – орден матери. Женщины, воспитывающие и воспитавшие пятеро и больше детей, конечно же, героини, и именно поэтому к ним такое особое внимание. Каждый раз я восхищаюсь нашими многодетными мамами, мамы, которые воспитали пять и более детей, их оптимизму, их красоте, их умению ладить с таким количеством деток разных возрастов. Это требует колоссальных моральных, физических, материальных, финансовых ресурсов. И абсолютно правильно, что государство считает возможным отметить этот материнский подвиг. Благодарен за воспитание детей, потому что, как бы мы ни говорили о том, что школа несет ответственность за воспитание детей, все-таки основной базис, основное базовое, фундаментальное, нравственные какие-то фундаменты человеку закладываются в семье. И, наверное, все-таки, прежде всего, мамы. Когда заветная награда в руках, приходит осознание того, какой непростой путь был пройден за эти годы. Где-то тернистый, где-то особо приятный, но самое главное – это то, что есть сейчас – большая дружная семья, где всегда шумно и весело. Я с детства хотела большую семью, потому что у меня только одна сестра, мы как-то так не очень дружно жили вместе, а потом, ну, как-то скучно было. И мне хотелось всегда большую семью, чтобы у моих детей было с кем играть, с кем общаться. А сейчас у моей сестры тоже четверо детей, и вот много двоюродных получилось. Старшие детки подросли, начали помогать, родители помогают, спасибо им большое. Как бы справляемся. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех мам города Бреста, будущих мам, бабушек с этим замечательным праздником и поблагодарить вас за то, что мы вместе делаем наш город лучше. Наш город имеет естественную, демографическую, положительную динамику, и наши молодые брещания, дети этих мам – реально наша гордость. Всех с праздником. Но не только официальные приемы в рабочем календаре Брестского городоначальника. Эта встреча по-своему дружеский диалог, история которого началась около года назад, когда Екатерина Рудницкая впервые обратилась за помощью. Сбор средств на лечение ее дочери Арины Рудницкой начинался с безысходности. Девочке с тяжелым генетическим заболеванием нужен был укол, стоимость которого составляла более 2 миллионов долларов. Но благодаря упорству мамы и помощи неравнодушных спонсоров нужная сумма была найдена, а препарат введен. Теперь Арина постепенно возвращает утраченные навыки, больше общается с миром и с теми, кто подключился когда-то к благотворительной поддержке. Александр Рогачук назвал Екатерину «мамой года», отметив ее внутреннее мужество и стойкость. Вы не расхвасились, вы сами по себе, как девушка такая устремленная, волевая, харизматичная и красивая. Вы как-то сами по себе располагаете. Субъективно, конечно. Другая бы уже на вашем месте потерялась, просто потерялась. Почему у вас и получилось? Постепенно родители Арины подбирают ей курсы для дальнейшей реабилитации. Хочется верить, что теперь у этой семьи все будет хорошо, что ангел-хранитель будет всегда рядом с малышкой, будет рядом и мамина любовь, которая может победить все зло на свете. Любой успех, он зависит от того, насколько ты верен ему и верен своим каким-то принципам. Поэтому тем, кто столкнулся с какими-то проблемами, первое, не падать духом и верить в успешное разрешение вопроса. Когда эта вера есть, она помогает двигаться вперед, не останавливаться. Может быть, отсеиваются ненужные люди. Бывает так, что какие-то советчики появляются негативные. Не всех стоит слушать. То есть, если у тебя есть какая-то цель, да, в ней надо двигаться максимально экологичными способами. Мамина любовь самая сильная? Мамина любовь, да. Мамина любовь самая сильная и творит чудеса. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Андрей Щербал, Александр Макаревич специально для программы «Итоги недели». Вы смотрите программу «Итоги недели» на БУК-ТВ. Продолжаем выпуск. В году есть много замечательных праздников, посвященных отдельной профессии. важному событию или исторической дате. Но есть и те, которые касаются абсолютно каждого человека. К ним относится День Матери. Только для нее с самого детства и до седых волос мы все равно остаемся детьми, которому нужна любовь и забота. И на протяжении жизни каждый человек ощущает эту неразрывную связь. В нашем городе прошло множество мероприятий, посвященных этому светлому празднику. В их числе прием в администрации Ленинского района, а также высадка Аллеи Матери. Сюжет с места событий подготовили наши корреспонденты. Накануне Дня Матери в Ленинской администрации собрались немногочисленные, но без всякого преувеличения, очень важные гости. В старейшем районе нашего города проживает 1390 многодетных матерей. Их дети, родные и приемные стали смыслом их жизни. Всем уродом из детства, и в душе каждого из нас живет единственный, неповторимый образ – образ матери. Наверное, поэтому День Матери отмечают святой православный праздник Покров Пресвятой Богородицы. А еще и потому, что без почтения к женщине-матери не будет крепкой основы государства, в котором мы живем. Не зря, говорят, рука, качающая колыбель, управляет миром. Быть матерью – это огромный труд, но и забота, скажем так, ну и огромное счастье. Отдельные слова благодарности хотелось бы, конечно же, сказать мамам, те мамы, которые стали, скажем, настоящими вторыми мамами для детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, а также для многодетных матерей. Хотелось бы пожелать им крепкого-крепкого здоровья, большого материнского счастья, взаимного тепла от их деток, чтобы в их семьях всегда царел добро, уют, понимание и любовь. Материнская любовь – это универсальное лекарство, которое лечит детские сердца от прошлых обид и позволяет в новой семье строить гармоничные отношения, в которых ребенку прививают доброту, трудолюбие и милосердие. Моих детей у меня нет у своих родных, и я просто хотела детей. Мне не важно, откуда они. Вот сейчас, например, моя старшая дочка, которая уже закончила обучение, она говорит, что мам, мы без тебя бы как-то не смогли жить. Так что, конечно, это все окупается. Это не ежеминутный результат, а в истечении 10 лет я уже вижу то, чего мы добились. Для меня материнство – это, наверное, любовь, прежде всего. Я чувствую себя самой счастливой. Вот это счастье огромное, не передать. И спасибо огромное вообще, что есть такие дни в году, когда нас вообще приглашают, поздравляют, не забывают про нас. Счастье о нем говорит весь мир. Оно бывает разным – мужским и женским. Но женское счастье особенное. Оно не зависит от настроения, погоды, наличия проблем. Счастье быть матерью объединяет всех женщин на свете. А когда прекрасные дамы объединяются, им подвластно многое. В День матери представительницы Белорусского союза женщин в Заречном районе организовали посадку Аллеи Матери. В принципе, это уже продолжение, потому что в прошлом году мы начали такую акцию в День матери – высаживать деревья и Аллеи матери. Это начало было, мы высадили Аллею Магнолий в нашем городском саду. Ну а в этом году традицию эту продолжили и приняли решение, чтобы высадить деревья именно в новом микрорайоне, где проживает большое количество многодетных семей, где оказана государственная поддержка этим семьям. И пригласили эти многодетные семьи вместе с ихними детками принять участие в этой акции. 20 многодетных семей приняли участие в посадке молодых лип, что созвучно Дню матери. Ведь у славян липа считается символом женского и материнского начала. У каждой семьи теперь появилось свое дерево. Мы живем на этой улице, они, правда, недалеко. Дети гуляют. Для них они будут расти, будут приходить, следить за деревом, как бы, ну, делаем им добро. Сегодня большой праздник. Мы пришли таким образом, ну как, отпраздновать, отметить его, посадить дерево. И чтобы это была память нам, для будущего поколения. Детей, как и деревьев, много не бывает. А потому в следующем году, в День матери, наверняка появится еще одна аллея. Такие важные, трепетные, такие нежные слова «лучшая мама» в эти дни звучат из разных уголков нашего региона. Конечно же, всю неделю представительницы прекрасной половины были окружены вниманием не только близких, но и представителей вертикали власти. Так уж повелось, что женщин, носящих этот особый титул в нашей стране, уважают особенно. Ценят, о них помнят, о них заботятся. Причем не только в преддверии важных дат. Особым вниманием всегда окружены многодетные мамы, мамы-воспитатели в домах семейного типа, мамы в замещающих семьях. Так, еще одна праздничная встреча с представительницами прекрасной половины прошла в городе-спутнике Бреста в Жабинке. С подробностями Анастасия Ноздрин-Плотницкая. День матери – это праздник, который отмечается более чем в 50 странах мира. Беларусь есть в этом списке. И каждое, пусть даже самое локальное мероприятие, проводится по-своему необычно. Так, самые активные и инициативные мамы города-спутника Бреста – Жабинке – в свой день высадили в городском парке небольшую аллею деревьев. Со временем они создадут здесь красивый, уютный, тенистый уголок, где можно будет гулять. Поддержали представительниц прекрасной половины в этом благом начинании представители местной администрации. День матери – это особый для каждого из нас праздник, потому что мама – это самое ценное, самое дорогое для каждого человека. И мама – это, прежде всего, первый наставник, первый учитель, мама всегда, наверное, в трудную минуту всегда поможет, найдет варианты решения тех или иных вопросов. И, конечно же, именно искренне порадоваться за те успехи, которые есть у ее ребенка. Мы в день матери, в день большого церковного праздника Покрова Пресвятой Благородицы совместно, коллегально приняли решение районным исполнительным комитетом, совместно с депутатским корпусом, союзом женщин и инициативными жителями Жабенковского района, приняли решение, именно чтобы у нас появилась своя аллея, аллея именно посадки деревьев, именно мам, аллея мам. В посадке деревьев приняли участие мамы совершенно разных профессий. Помимо того, что они уже состоялись как в профессиональном своем каким-то уровне, так и воспитали достойных деток, наша команда Жабенковского района хочет обязательно, чтобы данная аллея была комфортной, уютной, привлекательной для будущих, в том числе и мам. И был такой пример положительного, как должно быть, как растет дерево, как развивается, как аллея наша становится все краше, уютнее. Привести праздник так, чтобы это запомнилось, так решили в администрации района. Поэтому после посадки деревьев жабенковских мам ожидала увлекательная экскурсия в историко-экспозиционный комплекс развития миллиарда земель. Такой образовательный проект единственный в Беларуси, что придало экскурсии особую уникальность. Увлеченный экскурсовод сделал свое дело. Гости с особым интересом рассматривали экспонаты. Задавали вопросы. Теперь, познакомившись ближе с объектом, они смогут рассказать о нем своим детям и впоследствии привезти сюда на экскурсию. Ведь лучший пример личный. И самое главное, что может дать мама – умение быть человеком, интересным и образованным. Мама – это очень счастливый человек, потому что быть мамой – это действительно счастье. Видеть, как взрослеет твой ребенок, когда он делает первые шаги, когда он пошел на утренник, и когда со слезами смотришь, как твой ребенок рассказывает стихи, и когда он принимал присягу – это очень трогательно, и это волнительно, и я рада, что я участвую в жизни своего ребенка. Тепло и радушно продолжился диалог с руководством Жабинковского райисполкома уже за чаепитием. Неформальное общение – это отличная возможность познакомиться с каждой мамой поближе, узнать, чем они живут, что им интересно. Каждая представительница прекрасной половины гордится своей семьей. Она для них – источник вдохновения и счастья. А поддержку и надежное плечо подставляют представители местных органов власти и близкие. У меня четыре девочки, то есть, ну, разного возраста, но при этом приятно очень, что девочки будут. Очень помогает нам. Жабинковского райисполкома, школа, садик, то есть полностью. Быть мамой – это очень важно. Это сложно, но в то же время легко, когда рядом с тобой хороший папа. Один афоризм гласит, что мама – синоним слова «любовь». Другая цитата утверждает, что мать – это имя Бога, на устах и в сердцах маленьких детей. Оно соотносится и с красотой, и с теплотой, и с нежностью, что своим примером подтверждают мамы жабинки. Такие боятельные, такие душевные. В такой знаменательный и важный день в их адрес звучат только самые искренние слова. То, что они действительно заслужили. Хочу поздравить наших мам с Днём Матери, пожелать прежде всего, конечно, крепкого здоровья. Обязательно, чтобы то тепло, которое они дарят своим детям, оно возвращалось в разы больше. Ну и, конечно же, исполнение самых заветных желаний. Мира, добра, любви, благополучия и всего самого хорошего и доброго. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдвард Букуноч, Александр Макаревич. Специально для программы «Итоги недели». От тем праздничных к темам насущным. Развитие взаимоотношений с другими странами – важная задача, которая помогает государствам укрепить свои позиции на международной арене. Это своего рода признание эффективности работы экономики, а также заинтересованность в сотрудничестве и активном диалоге. Так, на текущей неделе Брестский район посетила делегация из Республики Болгария. Итогом визита стало подписание соглашения между Брестским райисполкомом и муниципалитетами общин АПАН и Черпан Старозагорской области. Об этом и не только в нашем следующем материале выпуска. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, с подробностями. Усадьба Немцевичей стала в очередной раз местом проведения важных межгосударственных переговоров. Именно здесь состоялась встреча руководства Брестского района с администрацией общин АПАН и Черпан Старозагорской области Республики Болгария. При Бужью есть что предложить в качестве вариантов для сотрудничества. Список немалый. На территории Брестского района имеется свободная экономическая зона, на которой есть льготные условия для выстраивания бизнеса, в том числе и с болгарской стороны. Плюс вот эта логистическая тема в связи с тем, что по Брестскому району проходят крупные железнодорожные и автомобильные пути. Также можно говорить о том, чтобы какие-то логистические центры или в этом плане тоже развивать направление. Первый шаг на пути к сотрудничеству – подписание соглашения. Свои подписи под документами поставили председатель Брестского райисполкома Владимир Синчук, мэр муниципалитета АПАН Генча Колев и заместитель мэра города Черпан Ян Катапалов. Второй шаг и еще более конкретный предметный. Уже в мае в Болгарии состоится встреча с городами-побратимами, куда приглашена и наша делегация. Кроме того, есть еще один интересный проект, который еще больше закрепит дружеские отношения. Доказательство нашей любви и наше серьезное намерение является полная готовность болгарской стороны создать в центре Болгарии между муниципалитетами Черпан, АПАН, Старозгорская область, город Садово, Блодийская область, еще 2-3 города создать Болгаро-Белорусский экономический центр. Смысл какой? Смысл представления в Болгарии экономика, прежде всего, Брестской области. Мы знаем, что экономика Брестской области достаточно сильна. Востребованность огромная в Болгарии на продукции и пищевой, и непищевой промышленности Брестской области подготовили помещение, подготовили площадью, чтобы была возможность продукции Брестской области позиционировать себя. Мы здесь и хотим показать всех, что есть возможность поддерживать дружеские, братские отношения с Россией, Белоруссией и другие славянские государства. Я думаю, что политика и политика меняются, но люди остаются, и это люди, которые скромно связаны, это славянские. В рабочем маршруте посещения Болгар достаточно разные пункты назначения, каждый из которых может стать поводом для новых проектов и мероприятий. Особенно представители делегаций интересует тема сельского хозяйства. Одним из ярких представителей этой отрасли в Брестском районе является открытое акционерное общество Островичево, которому принадлежит Агросат Рассвет и ряд других объектов. Животноводческие комплексы здесь построены согласно всем техническим регламентам. Многие частично автоматизированы, что существенно облегчает процесс работы, однако повышает требования к обслуживающему персоналу. Кроме того, будут актуальными вопросы межкультурного взаимодействия, развития духовного образования и ряд других не менее важных и интересных сфер. Вы смотрите программу «Итоги недели» на БУК-ТВ. Рассказываем о том, что волнует каждого из нас. О пандемии коронавируса сегодня говорят практически все и везде. К сожалению, для этого есть печальные основания. Количество больных растет и сказать, когда же все это закончится, очень сложно. Да, коронованный вирус сейчас ведет, но эту партию, условно, в шахматах можно победить, если искать свою стратегию, следуя общим правилам. В их число входит вакцинация, формирование коллективного иммунитета, а еще простая человеческая ответственность перед собой и другими. Обязательное ношение маски, а в случае выявления у себя подозрительных симптомов – вызов врача на дом, постельный режим и самоизоляция. Как обстоят дела сегодня в городе и области? Какие меры приняты и что дальше? О ситуации по коронавирусу и путях борьбы с ним актуальное интервью с главным санитарным врачом области Еленой Ильяшевой. Несколько лет назад картинка коронавируса была нарисована лишь в книгах и учебниках, как один из необычных научных феноменов. Сегодня его влияние и амплитуда воздействия достигло глобальных масштабов. Медики борются, задействовав все возможные силы и средства. Постепенно обновляются кислородные комплексы, закупаются дорогостоящие оборудования. Все для того, чтобы попытаться найти спасение для тех, кто столкнулся с этой бедой. В настоящее время в Брестской области, как и в целом в Республике Беларусь, регистрируется повышенная заболеваемость коронавирусной инфекции. Эпидемиологическая ситуация крайне неблагополучная и связана в первую очередь с циркуляцией нового дельта-штамма, который поражает более молодое трудоспособное население. Сокращаются сроки инкубационного периода. Дельта-штамма обладает высокой контагиозностью, заболевание протекает более тяжело и половина практически пациентов нуждается в кислородной поддержке. Логичный вопрос, как противостоять? Ответ пока один – вакцинироваться. Прививочная компания сейчас стала более локализованной и точечной. Медики выезжают на предприятие и в организации, чтобы, не отрывая человека от дел, дать ему шанс вакцинироваться. Основной мерой профилактики по-прежнему остается вакцинация. В Брестской области и в Республике Беларусь для вакцинации населения используются три вида вакцины – спутник ВИП белорусского производства, инактивированная китайская вакцина Вероцел и спутник ЛАЙТ для молодежи, студентов, учащихся. В настоящее время привито 23,4% населения первым компонентом и вторым компонентом 16,4%. Еще один важный момент, к которому многие относились с пренебрежением – ношение маски. К сожалению, порядочностью в этом вопросе отличались немногие. Однако с 9 октября борьба с безответственными гражданами стала более системной и конкретной, а ношение маски в общественных местах обязательным, согласно официальным государственным документам. Соблюдать правила будет необходимо и в транспорте всех видов, включая такси. Контролировать процесс предписано законодателем-специалистом санитарно-эпидемиологической и транспортной служб, а также сотрудникам милиции. Это лишь мера. Однако и она поможет кому-то перенести заболевание в более легкой форме. Ведь рядом сидящий или проходящий мимо человек – тоже чей-то родственник или близкий. Это своего рода борьба с человеческой беспечностью и безответственностью. Раз рекомендательные меры не были столь эффективными, свою силу внесла в процесс буква закона. С 9 октября в постановлении Министерства здравоохранения в санитарные нормы и правила профилактики гриппа и COVID-19 внесены следующие изменения. Внесена обязанность физических лиц носить маски в общественных местах. Это магазины, рынки, торговые центры, объекты бытового обслуживания, кинотеатры, театры, спортивные мероприятия и любые культурно-спортивные мероприятия. Кроме того, вновь определена ответственность руководителей предприятий и организаций независимо от форм собственности обеспечить соблюдение на своих объектах как сотрудниками, так и посетителями масочного режима и социального дистанцирования. К слову, учреждениями государственного санитарного надзора, в том числе совместно с представителями горрайсполкомов и другими службами с 1 по 8 октября были охвачены надзорными мероприятиями более 550 объектов. Выдано 162 предписания и рекомендации об устранении нарушений, а также 40 предписания при остановлении деятельности объектов и оказании услуг. Теперь же контроль будет осуществляться не только за юридическими лицами и предпринимателями, но и гражданами. Физические лица могут быть привлечены к административной ответственности в виде штрафа до 30 базовых величин, индивидуальные предприниматели до 200, а юридические лица до 500 базовых величин. Однако первую неделю, вот эту неделю, мы будем только мониторировать ситуацию на объектах, а уже механизм привлечения к административной ответственности, он будет включаться чуть позже. Наша задача сейчас довести до всех слоев населения внесенные изменения санитарной нормы и правил. Все уже изрядно устали от темы коронавируса, а тем паче от призывов к вакцинации. Но таковы реалии нашей действительности и ее печальная статистика. Она языком цифр доносит сухую, но отрезвляющую информацию. Вакцинированных среди тяжелых пациентов с COVID-19, а также среди умерших от инфекции нет. А потому надо следовать здравому смыслу и учиться на чужом опыте, ведь в данном случае любая ошибка может стать последней. В процесс вакцинации по всему городу все активнее включаются различные организации и учреждения. В зоне риска сегодня молодежь. Не стоит списывать со счетов и людей без определенного места жительства, они тоже члены социума. Сюжет о вакцинации из разных точек нашего города подготовила Людмила Логодич. С момента своего появления коронавирусом в нашей стране заразились без малого 570 тысяч человек. Это больше, чем население нашего города. И это ведь только официальные данные. До поры инфекция выбирала людей среднего и старшего возраста, обходя молодежь. Но теперь исключения нет. Понимая это, в администрации Брестского государственного университета имени Пушкина решили действовать. Совместно с учреждением здравоохранения Брестская городская больница номер 2 организовали именно на базе Брестского университета имени Пушкина прививочные пункты, где вакцинируют и студентов, и сотрудников. Пункты эти начали свою работу с прошлой недели. И практически каждый день, тогда, когда может приехать бригада к нам из поликлиники, мы вакцинируем и студентов, и сотрудников. Всё продумано так, чтобы не нарушать учебный процесс. Желающий привиться подходит на переменах, либо между парами. Высокую сознательность проявили не только белорусские студенты, но также иностранцы. В среднем день вакцинацию проходит от 80 до 120 человек. В моей семье почти все родственники провакцинировались. Была маленькая температура, но сейчас всё нормально, все живы, здоровы, слава богу, и чувствуют себя хорошо. Я считаю, что вакцинирование поможет нам обезопасить не только себя, но также и окружающих нас людей. Вторая городская поликлиника прививает студентов Брестского университета имени Пушкина прививкой «Спутник Лайт». Прививка переносится легко, рекомендуется в основном для молодежи. После прививки мы рекомендуем студентам не употреблять алкогольные напитки сутки, не мочить место инъекции, не заниматься спортом, потому что в основном тут у нас все спортсмены. Особенность вакцины «Спутник Лайт» в том, что она однокомпонентная. Одной прививки для формирования иммунитета достаточно. Поэтому именно её рекомендовали к использованию и в проекте вакцинации от COVID-19 начальный этап. При участии Брестка областной организации «Красный крест». В рамках данного проекта «Красный крест», наверное, выполняет свою миссию милосердия. То есть его задача – привлечь к вакцинированию те слои общества, в которых, наверное, существуют некоторые проблемы. Я надеюсь, конечно, что вот это мероприятие, вот эта реализация проекта позволит, наверное, справиться с той бедой, которая существует и в нашем обществе, и во всем мире, названием COVID. Бездомные не перестают быть людьми от того, что потеряли кровь. Да, проблемная категория и более уязвимы, но по-прежнему остаются членами социума. Собрать их в одном месте дважды сложно, поэтому для таких случаев используется вакцина «Спутник Лайт». Одни отнеслись к мероприятию с опаской, другие, наоборот, были рады такой возможности. Но у того, кто переболел страшным недугом, сомнений в необходимости вакцинации не было. Это очень важно. Но вы почему привились, расскажите? Я привился, потому что я в больнице лежал с воспалением легких, ну и, соответственно, и корону поймал. Шанс у людей, которые без определенного места жительства, гораздо выше, чем у домашних заразиться. Гораздо выше, потому что, ну, вы сами видите, вот здесь немного людей в масках ходит, немного. Я считаю, что удобно, особенно люди, кто-то, может, даже в поликлинике не стоит на учете или еще что-то. А так вакцинировался, никаких проблем, вот сделали прививку, и все, и пошел. Всего в этот раз вакцинировалось порядка 20 человек. Первая подобная акция прошла успешно, и она точно не станет последней. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свои события, какими их увидели корреспонденты БУК-ТВ. Жизнь всегда проще, если понимаешь, как и что происходит. Мы встретимся снова. Уже на грядущей неделе будут новые темы и новые герои. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните на номер в Бресте, 54-63-67. Не забывайте, канал БУК-ТВ есть и в социальных сетях. Будьте с нами на Фейсбуке, Инстаграм, Вконтакте, а также подписывайтесь на наш канал в Ютуб. Я Виталий Матюшин, желаю вам добрых новостей в ваших домах и, конечно, здоровья вам и вашим близким. Субтитры создавал DimaTorzok